Скорпионы, доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я вас приветствую на своем канале и в данном видео для вас снимаю ваш второй прогноз на период с 22 по 31 декабря 2021 года. Смотрим с вами, анализируем декаду, к сожалению, не недельный прогноз, так как немножко не успеваю с рабочим графиком, но думаю для того, для кого актуальна будет эта информация, в любом случае подчеркну что-то для себя интересное. Итак, в работе у нас сегодня Radiant Wise Spirit Terror и вспомогательная, это Ленорман под розами, именно эти колоды я использую сегодня в работе, поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на получение информации, будем с вами смотреть, анализировать предстоящие события. Позитив недели, негатив недели и совет от карт, что же у нас здесь. Восьмерка мечей, паш, кубков и королева жезлов. Это как ограничение, сковывать свои эмоции, сковывать свои высказывания, дабы не конфликтовать, не выяснять взаимоотношения, причем это касается как детей, так и вашего окружения. Вообще по связке карт это, знаете, проявление лояльности, гибкости. Для чего? Для достижения успеха в социуме, для реализации каких-то базовых потребностей. Еще, как показывают арканы, для решения какой-то важной проблемы, ситуации, которая вас сковывает, это как идти с предложением, с подачей, с подарком, взяткой, сюрпризом королеве жезлов. Это может быть женщина огненной стихии, овен, лев или стрелец, либо женщина очень яркая, энергичная, амбициозная. Та, которая является экспертом в тех вопросах, которые для вас актуальны, поможет их решить, ну или хотя бы дать дельный совет, подсказку, как их разрулить и что делать вообще в этой ситуации. Ну давайте посмотрим этот ряду во всех сферах жизни. Начнем мы с личной жизни и проанализируем ее для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Как для вас будет отыгрываться данная неделя. Здесь, как видите, по аркану суд. Может идти восстановление бывших взаимоотношений. Причем, видите, здесь, если посмотреть по связке этих арканов, неважно мужчина вы или женщина, вы не предпринимаете никаких попыток. С этим вот сюрпризом, с подачей идут к вам. Но, знаете, здесь, как показывают карты, тоже очень важно, знаете, как не продинамить, не отшить, как бы это странно ни звучало, но тем не менее подтешит свое самолюбие. Если, причем говорю, неважно, мужчина меня смотрит или женщина. Единственный момент, если, поскольку здесь падает фигурная женская карта, со стороны мужчины, у вас будет желание возобновить какие-то отношения из прошлого, то здесь будет важно прощупать почву и не ждите, что женщина вам сразу ответит взаимностью на ваши какие-то сообщения, звонки, потому что она будет смотреть, а стоит ли овчинка в идилке или нет. Так, для тех, кто находится в любовных треугольниках, то здесь по аркану дурак. Это легкость в отношениях, здесь нет никаких перемен, здесь много флирта, много общения, у вас здесь могут быть новые увлечения, новые поклонники, но, по сути, ситуация неизмена. Вы остаетесь завязанными в текущей ситуации, в текущем треугольнике и завязаны в событиях, но при этом не отказывает в себе в каких-то новых эмоциях. Для тех, кто у нас находится в стабильных отношениях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Какова здесь ситуация, а здесь все стабильно. Любовь, тишь, гладь и благодать. Единственный момент, это быть как осторожной или осторожным в плане высказываний относительно детей, а либо целей вашего партнера или партнерши, потому что здесь можете за детей эмоционально ранить. Вот об этом говорят арканы. Так, если карта смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то есть вы в статусе неработающего пенсионера, вы домохозяйка, либо вы в декрете, то здесь по аркану луна это нестабильная финансовая ситуация. Более того, по связке этих арканов вы финансово можете зависеть от детей, либо от ваших кровных родственников. Если же вы в статусе соискателя, какова здесь ситуация? По семерке мечей это может быть, знаете, как, не то что нелегальное трудоустройство, но получать зарплату в конверте, да, и как следствие это может быть какой-то временный заработок или подработка, то есть это не является, знаете, ситуацией, когда вы устраиваетесь на постоянную работу, это только, знаете, как, если на сленге под шабашей, да, чтобы вы понимали, получить какую-то для себя здесь небольшую копеечку, небольшой незначительный заработок. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, то здесь по тройке жезлов перспективы, потому что наконец-то идут ограничения. Допустим, к вам руководитель будет более, знаете, как мягче расположен, и как следствие паш, кубков и королева жезлов заметят вашу и квалификацию, и уровень профессионализма, и оценят по достоинству качество вашей работы, и то, как вы вкладываетесь в рабочий процесс, то есть для вас это сулит лучшими и большими перспективами, не только в плане карьерного роста и заработка, но более, наверное, привилегированными условиями работы, назову это так. Если же у вас свой собственный бизнес, какова здесь ситуация? Подвойки мечей, это может быть отстранение отдела по принципу отдыха-отпуска, либо делегирования каких-то задач в вашем рабочем, если таковые у вас имеются, если таковых у вас нет, это просто отойти от дел, потому что по картам ситуация отдыха и восстановления. В плане состояния здоровья, обращайте, пожалуйста, внимание на глаза, на вопросы, знаете, когда у кого-то падает зрение, либо глазное давление, или инфекции, которые связаны с глазами. Что у вас здесь в негативе? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Двойка жезлов, шестерка кубков, шестерка пентаклей. Ну, во-первых, по связке карт, это такая тупиковая ситуация, когда кто-то из родственников, из друзей, из близких, может к вам обратиться с помощью финансов, то есть окажи мне финансовую помощь или поддержку, и вас там может поставить в тупиковую ситуацию. Это первый момент. Второе, да, это когда бывший или бывшая к вам обращается якобы с помощью, но с целью восстановления отношений. Вы оцениваете ситуацию, стоит или не стоит. Это также, в принципе, знаете, как взять на себя тяготы и лишения ваших близких, оказывать им помощь, не только финансовую, но вообще любую, но и как следствие подвойки жезлов, это успеть все и сразу носить какие-то коррективы в ваши текущие бытовые задачи. Совет по ситуации. Туз Кубков. Смотрите на все с оптимизмом, легко, ярко, и знаете, как располагающее. Верьте во все хорошее, не конфликтуйте, идите на компромисс, идите на контакт. И вообще Туз Кубков, это знаете, как карта любви, карта эмоций. Не бойтесь что-то высказать или озвучить, если это у вас накипело или наболело. Почему? Потому что по Тузу Кубков вам это в первую очередь принесет облегчение. И даже если у вас накопились, может быть, какие-то обиды или эмоции, поверьте, вам нужно опустошить этот кубок для того, чтобы наполниться позитивными эмоциями. Ну а вообще Туз Кубков, это карта, которая указывает на компромиссы, на примирение, на восстановление, на радость, наполнение. И знаете, такое вот эмоциональное насыщение. Это может быть ваше увлечение, подготовка к праздникам, это может быть покупка подарков, это времяпрепровождение с близкими, с семьей. То есть знаете, как наполниться эмоционально, заняться теми делами, которые вас радуют. И посмотрим с вами неожиданность этого периода. Какова здесь у нас ситуация. Корабль, лилии и коса. Еще одна у колоды женщины. Карты, которые говорят о каких-то, не могу сказать, что значительных, но достаточно-таки резких переменах. Почему? Потому что корабль, это всегда движение вперед, это новые возможности. И это, в принципе, знаете, как поездка, передвижение, решение событий, быстро планы, планы. Это для многих поездка на литный курорт. Это увеличение благосостояния. Это появление новых возможностей. Это духовный и личностный рост. Причем не обязательно с вашей подачей. Это знаете, как еще, как за счет кого-то. Здесь, это знаете, карты, которые указывают, особенно если кто-то пытается к вам вернуться из прошлого, на печальное расставание с чувствами. Это ситуация, когда все, вы понимаете внезапно, что отношение либо ситуация себя исчерпала. То есть это знаете, как вы уже не боитесь потерять какое-то влияние на человека, либо потерю какого-то положения. Вам легко отпускать ситуацию. Единственный момент, на что бы я здесь обратила внимание, на это в большей степени касается мужчин. Здесь могут быть проблемы, связанные с сексуальной дисфункцией. Потому что здесь это проблемы гормонального фона. Если таковые у вас имеются, не затягивайте с этим и решайте эту проблему с врачом. В медикаментозном порядке. Так, ну а я, как всегда, для вас все негативные аспекты закрываю позитивными, чтобы у вас отыгрался исключительно позитивный событийный ряд. Я желаю вам вдохновения, я желаю вам радости, исполнения ваших заветных целей, желаний, мечтаний, чтобы у вас предстоящая декада прошла действительно ярко, эмоционально, празднично, с воодушевлением, вдохновением. И в наступающий год вы вошли с исключительно хорошими эмоциями. Вот такой у вас расклад на декаду. От вас буду ждать обратной связи, как он для вас отыграется, насколько будет полезным и информативным. Для тех, для кого же актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылочки на мои контакты всегда под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!